В три с половиной раза увеличить объемы экспорта продукции АПК и развивать кооперацию. Вот задачи, которые стоят перед регионом в ближайшем будущем. И они достижимы, считают специалисты Минсельхоза Края. Для кратного увеличения производства продукции нужно активно внедрять и использовать инновационные технологии. Суперинтенсивные сады, тепличные комплексы, орошения и прочее. Так, например, за шесть лет производство тепличных овощей в Крае увеличилось в четыре раза. У нас есть уже примеры, есть локомотивы, это Ставропольский броллер, это отрасль мелиорация, это животноводство, это хлопок. Это те ключевые приоритеты, которые мы сегодня будем развивать в рамках нашей госпрограммы. Под эти цели есть уже средства как федерального, так и краевого бюджетов. Говорили на заседании в правительстве Края и о привлечении инвестиций в экономику региона. За девять месяцев 2018-го их объем вырос на 6%. Этому способствуют и меры, которыми власти региона поддерживают предпринимателей. Налоговые льготы, бюджетное софинансирование, создание территории опережающего развития. Пропорция привлечения и осуществления инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства растет. И эта доля на сегодняшний момент достигает порядка 60%. Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович в следующий год объявил годом предпринимательства. И только из краевого бюджета поддержка малосреднего бизнеса в 2019 году увеличится на 500 миллионов рублей. Между тем, ситуация на рынке труда в Крае уже пять лет остается стабильной, отмечают в профильном министерстве. Уровень регистрируемой безработицы ежегодно уменьшается. Сейчас показатель составляет 0,6%. И это значение ниже, чем в среднем по России. Через банк вакансии Края в этом году уже прошло 170 тысяч предложений от работодателей. Положительная динамика есть и в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, где, кроме того, меняется форма работы с людьми. Если в 2016 году уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями у нас в Крае составлял 20%, то на сегодняшний день он составляет 68%. Перед центрами ставим задачу не только выдать направление, но и сопроводить от момента получения направления до момента трудоустройства. Вопросом занятости власти Ставрополья уделяют повышенное внимание. Кроме всего прочего, из бюджета региона выделяются средства на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов и на стажировку выпускников вузов. Ирина Ивановская, Николай Попов, Ставропольское телевидение.